Это самая удивительная и самая замечательная профессия, которую, в принципе, я для себя желал бы. И она дает нам силы, когда сил уже нет. Профессию педиатра выбирают самоотверженные люди, уверена Ольга Зимина. Сама она работает по этой специальности 23 года, отдавая все свои силы и время маленьким пациентам. Ольга Владимировна, по сути, стала семейным доктором. К ней на прием приводят своих детей, а порой и внуков – те, кого она лечила в начале своего профессионального пути. К нам попадают совершенно несмышленные дети. Они вот лежат и пищат. Через 10, 15, 20 лет – это зрелые люди, которые… Ты что-то вложил в частицу своей души, своего тепла. Работа педиатра подразумевает не только осмотр детей в поликлинике или на дому, назначение анализов и лечение, выдачу справок. Зачастую детский врач выступает в роли психолога. Ребенок очень сильно зависит от родителей. Эмоциональное состояние мамы или папы сказывается на здоровье малыша. Порой взрослые забывают, что никакая таблетка не заменит теплого и доброго отношения. А самый главный витамин, который нужно давать детям – это любовь. Многие болезни, связанные с головными болями, причем даже не подростки, а дети раннего возраста, невротические какие-то расстройства, они связаны с тем, что родители забыли о том, какой главный должен быть витамин. То есть они хотят вырастить успешного человека, а по факту они его загоняют в угол. Сейчас под опекой Ольги Зиминой 1200 детей, хотя по нормативам должно быть 800. Укрупнение участков произошло из-за нехватки этих важных специалистов, отвечающих за здоровье подрастающего поколения. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.